Совсем недавно я распечатал чертеж, при этом часть чертежа была скрыта, но не удалена из файла чертежа. Для того, чтобы и вы так смогли сделать, если у вас появится такая нужда, в автокаде есть специальный инструмент. Располагается он во вкладке «Главное», «Панель инструментов рисования», «При развороте панели инструментов» — «Инструмент маскировка». После выбора данного инструмента, нам необходимо сейчас выбрать область, которая будет накрывать нашу часть чертежа. Вот я хочу скрыть вот этот блок на нашем примере. Я выбираю. Можно несколько точек задавать. Я сделаю эту область в виде примерного прямоугольника. Правая кнопка мыши — «Ввод». Все, чертеж я скрыл. Перейдем на вкладку «Листь», то есть компоновку чертежа и подготовку к печати. Здесь эта область также скрыта. Теперь, если мы распечатаем, то у нас будут отображаться границы скрываемой области. Но если мы не хотим, чтобы они отображались, то нам необходимо сделать следующее. Выбрать наш еще раз инструмент маскировки. Затем правую кнопку мыши нажать, нажать на контуры. Правую кнопку мыши нажать на отключение. И все. Наша маскировка скроется. То есть область, маскируемая область наша скроется. Скроются ее границы. И таким образом мы видим, что вроде бы как у нас обычный чертеж. И не видно скрываемой области даже. Давайте посмотрим при выводе, как оно будет отображаться. Вот так оно будет отображаться. Также маскировку можно строить и используя замкнутые контуры полилинии. Давайте мы построим что-нибудь сейчас из полилинии. Скроем вот эту верхнюю часть. Замкнуть. Вот у нас замкнутая полилиния. Давайте из нее построим маскировку. Так. Выбираем полилинию. Стираем или не стираем полилинию. Стираем. И вот мы замаскировали нашу область. Давайте теперь восстановим наши контуры маскировки. Опять же нажимаем по маскировке. Выбираем контуры. Правая кнопка мыши опять нажимаем. И нажимаем пункт включить. Вот появились наши контуры маскировки. Без контуров маскировку невозможно выбрать. Поэтому для того, чтобы если вы хотите ее выбрать и изменить площадь маскировки. Вам необходимо включать всегда контуры. Вот так вот. Только что я вам показал маскировку в современных версиях программы. В классических версиях маскировка включается точно так же и имеет точно такие же свойства и функции. Я вам покажу сейчас где ее брать. Где этот инструмент находится. Рисование. Маскировка. Все точно так же работает. На этом урок закончен. Продолжение следует... Продолжение следует...